Одна только цифра, 30 тысяч километров за 100 дней, поражает воображение. Во время этой поездки было очень много ситуаций, в которых любой другой человек решил бы, что продолжать путь будет очень трудно, не говоря уже о человеке, которому 65 лет. Один случай особенно сильно поразил меня. Садгуру нужно было ехать из Абу-Даби в Дубай. Большинство людей в Дубае и Абу-Даби не выходят из дома в полдень. Передвигаются только в машине с кондиционером и никогда не садятся на мотоцикл под палящим солнцем. Там было еще одно мероприятие, для которого нужно было сделать трехчасовой круг, что означало шесть часов езды по пустыне. Когда мы выехали, было уже 40 градусов. И когда мы достигли трассы, то увидели, что на ней нет ни одного мотоциклиста, кроме Садгуру. Садгуру ехал в куртке, и через 70-80 километров ему стало слишком жарко. И не только из-за погоды, а потому что из двигателя вырывался горячий воздух. Я думаю, что тогда было уже 45 градусов жары. Горячий воздух постоянно бьет в лицо. Асфальт отдает жаром. Тогда мы спросили его, «Садгуру, может быть, мы остановимся отдохнуть?» Но он ответил, «Нас ждут. Не будем заставлять людей ждать. Давайте просто продолжим ехать». Через несколько минут мы опять спросили его, «Можем ли мы остановиться хотя бы на пять минут, чтобы он выпил воды?» Садгуру неохотно остановился. И тут мы поняли, что мы посреди пустыни, где совершенно нет тени, чтобы Садгуру мог отдохнуть. Нам повезло найти одно наклонившееся дерево, и он остановил свой мотоцикл прямо под ним и просто стоял там несколько минут. Сидение очень сильно нагревается. Невозможно сидеть. Всего через несколько минут Садгуру опять сел на мотоцикл и продолжил ехать. Он решил снять куртку, но когда он это сделал, встречный воздух стал очень сильно бить его в грудь. Это было довольно болезненно и очень изнурительно. По пути к нам присоединилась одна актриса из Индонезии, которая захотела ехать с Садгуру. Она вышла из своей машины, надела шлем и села на мотоцикл позади Садгуру. Мы ехали в машине рядом, и она начала подавать нам знаки. Пожалуйста, остановитесь, я больше не могу. Давайте остановимся здесь, я больше не могу. И мы остановились на обочине. Теперь, когда я понимаю, как это тяжело, какое это изнурительное путешествие, мне хватило и 20 минут. Я восхищаюсь вами еще больше. И Садгуру продолжил свой путь в Дубай. Он продолжал ехать, было невероятно жарко. Мы видели, как Садгуру вытягивал руки и ноги, потому что он знал, что его тело теряет влагу, и он не хотел, чтобы у него начались судороги. В какой-то момент даже навигатор отключился из-за жары. После шести часов езды Садгуру наконец приехал в Дубай. Но на улицах было плотное движение, и в этом режиме мотоцикл стал нагреваться очень сильно, обжигая ему ноги и грудь. Садгуру буквально не мог сидеть на мотоцикле, и когда загорался красный свет светофора, он слезал с мотоцикла и вставал рядом, прямо на дороге среди машин, чтобы жар от мотоцикла не задевал его. Когда загорался зеленый свет, он опять садился за руль. Потом он приехал в отель и припарковался внизу. Мы снова дали ему воды, но он был еще более обезвожен, чем раньше, и поэтому он просто вылил воду на себя, чтобы охладиться, и его футболка стала влажной. Затем он поднялся в номер и рухнул на кровать. И мы просто хотели помочь ему. Я пытался снять с него ботинки, нечаянно дотронулся до его ножного браслета, и по-настоящему обжег себе палец. Если даже этот маленький кусочек металла так сильно нагрелся, боюсь представить, что ему пришлось испытать. Через 15 минут нам нужно было отправляться на следующее мероприятие. И у меня язык не поворачивался сказать, «Садгуру нам нужно ехать на следующее мероприятие». Через несколько минут Садгуру вышел из номера, надел шлем, сел на мотоцикл, и мы поехали на мероприятие. На этом мероприятии никто не догадывался, через что прошел Садгуру. Его футболка до сих пор была немного влажной, он даже не успел переодеться. Мероприятия шли одно за другим на протяжении трех часов, и после этого были запланированы еще несколько интервью. Так что к тому моменту, когда все это закончилось, и Садгуру вернулся в номер, чтобы хоть немного отдохнуть и перекусить, была уже полночь.